Наверное, мы слышали, что само слово «гендер» предполагает некофициальную сконструированность образа, предъявляемого перед обществом. На самом деле, сама вот это, то словосочетание, которое я произнес сейчас, на самом деле, каждым из элементов этого определения можно давать вопросы. В каком плане образ, как он предъявляется обществу, что значит общество, где оно находится, кто, собственно, смотрит и так далее, и так далее. Также, как само понятие сексуальности, тоже супер программатично. Что это вообще такое? О чем мы говорим? О влечениях сексуальных, о сексуальных отношениях, о способах вступать в них или не вступать, где, собственно говоря, находится сексуальность или есть ли что-то, что без нее обходится и так далее. Почему эта вообще проблематика важна не только для российской, но и для мировой? В первую очередь, мы наблюдаем наступление консервативных ценностей, то, что называется. В России мы это видим в виде культа так называемых традиционных ценностей, которые вдруг начинают, эти словосочетания начинают появляться в устах политиков. Вы знаете такие персонажи Милонов, Мизулина. Культивация определенного типа, квалификации любви, сексуальных отношений, она неотделима от вообще в принципе достраивания идентичности. Политика идентичности имеет в своем центре некий образ целостный. Это, во-первых, важно, что предлагается у вас некая целостная фигура, с которой вам предлагается себя соотнести. Это фигура, допустим, какой особой русской культуры, что у вас есть некий русский национальный путь, например, или что есть какая-то наша специфика, и вы должны каким-то образом с ней соотнести. Но буквально сейчас, например, я ехал в поезде в Нижний Новгород, там было видео, где рассказывалось о полете Чкалова. Весь стиль подачи производил такой героический образ этого Чкалова, был очень такой же героический ведущий, был еще один ведущий, который стоя в каком-то обтягивающем свитере на поле аэродрома произносил очень героическим видом слова, и все-все-все нагрентал такую атмосферу такого целостного героического образа, в котором, видимо, один зритель должен соотнести себя, восхищаясь величие нашего прошлого или что-то такое. Важная вещь, что консервативно часто предполагает, что вам не предлагается проблематизировать отношения. Допустим, внутри общества предполагается воспринимать как данные, знаете, как средние века. Отозрислялись разными частями тела. И вот этот образ тела, как целостное тело, очень важен в консервативном искусстве. Можно вспомнить искусство, не знаю, ахтенизма, или даже на Санкт-Петербурге, где у вас предполагался некиментификационный, целостный, прекрасный образ телески. Во-вторых, есть определенный, еще такой пассоизм в этом. Не знаю, там, Россия поднимается с колен, make a merry great again, и все, там, конечно, утрачена французская идентичность, если говорить про французский правый консерватизм. Есть нечто, как бы было утрачено, некая предполагаемая где-то в прошлом идентичность, подлинная наша культура, и вот вы пытаетесь ее возродить. Такая же физическое новом поле, которое присуще к антриматизму. Но в чем часто проблема современных в том числе движениях, которые пытаются противостоять ему, что в каком-то смысле многие из них также можно вписать вот в эту рамку, как ты назвал, случайно политикой идентичности. Допустим, вот в Америке. Мы противостоим, допустим, Трампу, потому что мы объединяемся по принципу некой идентичности, и это как будто бы уже говорит само за себя. И вот это вот нарастание по многому, с одной стороны консервативной стороны, с другой стороны стороны оппозиционного консерватизма, того, что на первом месте находится идентификация, не идентификация, а именно идентичность, это, собственно говоря, мне кажется, все проблематично. И это то, что действительно в нашем российском контексте выступает то, что, по сути, в основном говорят в медиа про специфика постсоветской, что это представляется консервативно-либеральному, как будто больше никаких оппозиций у нас нет. И, собственно говоря, как это мыслится, что есть некое закрепощение, некое лишение свободы, есть некое освобождение. Это позиция очень прощенная, не свобода, свобода, закрепощение и освобождение. И что есть некие идентичности, которые у нас закрепощают, а есть некая поиск подлинга, допустим, идентичности, которая нас должна освободить. И это вот связано с целой риторикой, которая достаточно популярна, в том числе в поле какой-то гендерной критики, что надо обрести некую свою подлингу идентичность и здесь, по словам, есть некой навязываемой идентичности. И это такой немножко перевёртыш консервативного хода к делу, что вам предлагается некая идентичность тоже, которой вы должны себя отождествить. И, собственно говоря, для меня, как кажется, очень важным, что мы действительно пытаемся критиковать, например, как это говорить про гендерное поле, про поле, связанное с вопросами сексуальности, критиковать эту консервативную повестку, когда есть образная эфиденция, запрет, там, женщина, аборт, этот закон уже принятый о пропагании традиционных отношений и так далее, и так далее, что можем противопоставить этому, какой идеал, какие ориентиры можем противопоставить этому. И мне кажется, хотел бы проблематизировать идеалы, которые часто здесь мыслятся как противостоящие вот этому наступлению мракобесие, потому что часто предполагается, что мы противопостав siis в одну представлению некое благо другого рода. То есть вот это благо мракобесное, а есть благо некое, ну, некое хорошее благо, которое настоящее, светлое, просвещающее и так далее. То есть по сути предполагается, что здесь некие ценносты просвещения, естественно, концентрированы на благе, которое борется за отступлением некого темного непросвещенного. С точки зрения социальной, что действительно игнорируется вопрос о том, что представление о благе также социально обусловлено, находится в социальных отношениях, связанных с, допустим, вашим положением в обществе и так далее. Во-вторых, вообще не факт, что сексуальность связана с благими, что в ней тогда считается место некому эксцентству, который скорее обычно с точки зрения морали это составляется с чем-то проблематичным в отношении к добру, чем-то скорее, ну, конечно, касается вопроса мозолей. Как вопрос о зме. Если мы говорим про какое-то благо, то мы представляем это, то есть проблема социальная определенность этого блага. Б. Почему вообще некое благо ставится в центр повестки? О ком благе теперь может идти речь? Например, о таком благе как равноправие. Это важное представление некой ценности, которая становится благом. Допустим, равноправие людей разных социальных групп перед законом. С другой стороны, есть идея эмансипации, что есть некий разговор про освобождение, опять же, сексуальности, но что это такое? Это вот тут же мы опять вступаем в некую территорию большой проблематичности, потому что часто мыслится, что сексуальность закрепчена непринешним образом, допустим, прекращена обществом, что общество каким-то образом ограничивает ее, и что просто можно скинуть с себя эти оковы каким-то образом и достичь вот этого некого подлинного состояния распрепощенного и так далее. Это те координаты, в которых, мне кажется, мы находимся, когда говорим вообще об этой проблематике гендерной повестки, антиконстративной гендерной повестки. Это относится к координатам их требований. Вот название лекции было видно – требование, желание, закон. Я хотел бы сказать, что есть некая линия, которая, я бы сказал, связанная с требованиями, с политическими требованиями. Другая линия связана, собственно, с желанием. И требование, например, может быть, коллективным. Требование некой коллективной социальной группы. Требование, допустим, разницы, что мы хотим быть представленным предзаконом неким равнобранным. Но далее есть территория желания, которая достаточно проблематически соотносится с этой территорией требований. Например, желание не может быть, я полагаю, не может быть коллективным, на самом деле. Даже когда люди выходят под общим лозунгом экономизма и говорят, что дайте нам права, какие-то, такие-то, то мотивация может быть самая разная. То есть кто-то пришел за компанией, кто-то из любви к кому-то, кто-то достал какая-то ситуация в жизни, которая ущемляет конкретные его права. Не обязательно даже это ссылание может быть каким-то формулируемым. И требования касаются ретикуляции, я здесь могу перейти к психолитическому аппарату, который, наконец, вполне уместен. Требования как раз связаны с тем, что мы можем поименовать то, чего мы хотим. Например, мы требуем фракт, мы требуем, я требую, чтобы мне дали сесть в яблоке, такой маим, например. Желание как раз, это то, на что очень указывал, в общем-то, их проект, но связано скорее с таким проскальзанным объектом. Что сказать, что желание, оно сводится к требованию яблока, это упростить, это желание, это редуцировать его. Потому что желание, скорее, представляет тех же уклончивостей, что объект требования часто можно предъявить, а объект желания предъявить, на самом деле, очень проблематично. Артикуляция желания в том смысле, о котором о нем говорил Фрейд, как часто желание, допустим, в бессознательном, она, скорее, происходит для Фрейда в ошибках, например, в оговорках. То есть, почему Фрейд начинает свой анализ, свои, допустим, лекции о поведении психоанализ, с анализа ошибочных действий, с анализа оговорок, с анализа снов, то есть, с анализа каких-то странных субстанций, через которые, на самом деле, для него открывается возможность говорить о желании. Поэтому, когда мы говорим про требования, про политические требования, оно, очевидно, связано с определенным законом. Оно предлагает, допустим, изменить закон, оно само задает некий закон, предлагает некий закон, сейчас вы должны мне дать яблоко. Когда мы говорим про желание, оно, несомненно, также каким-то образом соотносится с законом, и оно связано с некой несвободой. И это то, что выявил Фрейд, что, на самом деле, говорить о сексуальности как о чем-то освобождающем очень странно. И, на самом деле, там, наверное, был такой ученик, у него Вильгельм Рай, который как раз в таком духе понял Фрейда, что нужно скинуть с себя все окобы цивилизации и предаться каким-то оргиям. И он как раз говорил, что Фрейд почему-то не мог оценить эту его идею, и Рай, собственно говоря, но у него был психоз. Если он, например, начался с ума. И вот эти вот парадоксы того, что в своем желании человек сейчас сталкивается с несвободой, несвободой своего желания, в принципе, это вещь, которая часто почему-то забывается в разговоре, в том числе, о гендере. Когда говорят все в гендерной теории, часто мыслится действительно вот то, что человек конструируется в неких отношениях с властью, действительно с неким законом, который противостоит ему, неким образом кодифицирует его поле, в котором он существует. И этот закон мыслится очень часто как, допустим, закон общества, социальный закон. Что, допустим, кто-то навязывает вам определенные модели, а в этой модели каким-то образом уклоняетесь. И что в этом и состоит реализация вашей субъективности, что субъективность производится буквально неким воздействием власти. Ну, это какие-то посылки гендерной теории, которые, допустим, встречаются у Джудин Баддер или у раннего Фуко, что каким-то образом ваше самосознание производится тем, какое место вам предписывается в общественной системе. Я бы хотел усложнить это представление еще таким образом. Когда мы говорим о том, как себя проявляет желание, допустим, у того же Фрейда, то в этом есть измерение не только какого-то смысла, которое мы можем вывести, что это смысл каких-то отношений с неким другим, с таким-то законом, там, сверх «я», как об этом говорят, в этом часто есть какие-то бессмыслицы. Это очень важно, что часто думают о том, что есть некие тайные желания, которые можно обнаружить, какие-то тайные смыслы, и что как бессознательное, допустим, как о нем думают у Фрейда, то есть это некое обнаружение тайного смысл-ситуации, что вот человек оговорился, потому что на самом деле он хотел чего-то другого. Но важно при этом, что часто при этом не замечается тот уровень, который связан с бессмыслицей, и который действительно находится в том числе в сердцевине каким-то образом той проблематичности, которая находится в поле сексуальном, что сексуальный есть некий элемент абсурда, я бы сказал. И этот тренд абсурда, он, конечно, не соответствует никакой логике политического требования, потому что политический требование является определенной фрагматикой, и действительно вот это вот обращалось к некому другому, к закону, допустим. Давайте отменим какой-то закон, давайте изменим законодательство. В этом смысле в нем часто присутствует, может присутствовать некий аспект моральный, то есть как бы часто политический термин взывает к некой этике, которая может быть кодифицирована как мораль, записана как закон. Что такое мораль, это некий кодекс физический, который может быть записан, артикулирован, что хорошо, что плохо. В чем проблематичность? Желание, что, естественно, оно немножко не вписывается вот в эти кодексы аморальные, потому что его непристойность связана точно с его абсурдностью часто, что, действительно, оно связано часто со странностями, какими-то странностями, которыми при этом придать именно какой-то социальный смысл часто не вполне возможно, и которые, действительно, не сводятся к какому-то требованию. На самом деле, к чему я это все говорю? Я говорю это с тому, что, естественно, часто я сталкиваюсь с определенного рода пониманием даже гендерной повестки, как угар, допустим, активизма, российских активистов, которых я уважаю, в духе именно моралистическом. Как часто это, к сожалению, бывает с левой повесткой, возникает построение политического на основании чувства вины. В том смысле, что чувство вины в отношении к угнетенным. Это как раз то, что происходит, когда мы редактируем этику к морали в том числе. Ну что, допустим, мы разоблачаем некую аморальность Милоновой или Мизулиной, в таком духе, что они вот на самом деле аморальны, мы их должны разоблачить и так далее. И что припоставить этому некую новую мораль, освобожденную неким новый кодекс моральности, эта мораль каким-то образом кратифицирует сексуальность. Я вам так это сказал. И действительно, когда мы, мысли на уровне политического требования, мы часто требуем перекратификации морали, но при этом это не означает, что мы кем-то разрешаем вопрос желания. Это пример. Пример, который как раз обсуждался в связи с вот этими скандалами, допустим, сейчас в школе, когда учителя себя симметически соблазняли ученик. И действительно, мы здесь сталкиваемся с покровением двух типов морали. Первый тип морали связан с тем, что есть школа, где какие-то свои проблемы, и не надо эти проблемы вносить на публику, не надо вносить слова ЗСБ и так далее. По сути, как бы то, что сейчас вносится как консервативная мораль. С другой стороны, это простоит великая мораль открытости, мораль того, что мы сейчас распахнем, скроем все эти гневники порока, гневники насилия, которые спрятаны внутри этой системы, и придем к некой открытости, к возможности артикулировать. Все. В таком духе писала Надя Блунгян, активист, феминистка. Такой у нее был утопический идеал. Я мечтаю о том, когда все, наконец, выйдут из этих своих темных чуланов, смогут друг с другом поговорить о том, как все на самом деле. И на самом деле в этой фантазии, это такая фантазия о посвящении буквально в виде, некой идеал открытости, некая вот эта вот дожатость, которая накладывается как бы извне обществом или насилием, или патриархатом на нас будет снята, и все вот выйдут опять в неком освобожденном виде, смогут друг другу артикулировать свои желания. И с этим связана целая мораль, допустим, о том, как вступать в сексуальные отношения, которые также артикулируются в феминистской среде. Всегда надо договориться, понять, насколько хочет этот партнер вступить сейчас в сексуальную связь и так далее. И, может быть, меня будет поймать неправильно, потому что я издеваюсь над этой идеей и так далее. Нет. Я просто говорю о том, что это некий новый моральный код, по отношению к которому, несомненно, желание также будет продавать определенную уклончивость. Вот в этой идее о том, что обо всем договориться, все проговорить, на самом-то деле, как вы видите, в достаточно сильном конфликте находится с тем, как понимал эту проблематику тот же самый Фрейд. Я хочу сказать, что есть поле гендерной критики, которая ставит во главу уклад на борьбу за права. Не знаю, хочу быть понятным. С другой стороны, есть оптичка психоанализа, которая каким-то образом говорит вроде бы о том же поле, с желанием, сексуальностью, но при этом в нем есть нечто более скандальное, в том смысле. Вот же проблема психоанализа, что он не может работать как политическая общественная практика. Это, несомненно, так, что он не может быть универсализован, как некий подход, с которым люди выходят на площадь на митинг. Что психоанализа на митинг, на самом деле, выйти невозможно, я так сказал. Это потому, что, конечно, я сказал на тему того, что митинг, где выходит с общими лозунгами, с общими требованиями, это не совсем не похоже на пространство психоанализа, но никак. С другой стороны, с этого фронта, который связан, допустим, с борьбой, активисткой, политическим, когда смотрят на фронт, сейчас используют его какие-то концепты. Но я хочу сказать, что, на самом деле, тут возникает какой-то затык, что вот эта вот идея, что можно сгармонизировать это поле сексуальности, найти некие новые, более гуманные, гармоничные способы быть в этом, что она наталкивает на некие другого рода лимиты, другого рода невозможности. Могу сказать так, то есть, как я вижу, невозможно, действительно, что невозможность мыслится часто, в оптике гендерной критики, как то, что связано с невозможности социального рода. Единственное, такое родное невозможности присутствует. Невозможности вступить в брак однополым паром. Невозможности, допустим, если принять закон об абортах, там сделать бесплатный женичный аборт. Это невозможности, как бы связано с один из данных обществом. Но нельзя все вести к ним, потому что психоанализм, например, появится о другого рода невозможностях, которые, собственно говоря, составляют для него средцевину сексуальности. Сексуальность, в принципе, связана с чем-то невозможным. Но это то, что, не знаю, французский психоаналитик Жак Лакан, у него были разные рода такие афористические теннисы. Например, один из них было, что фиксуальных отношений не существует, или что они невозможны в каком-то смысле. Что он имел в виду? Катификация противополит некий сбой. Текст, который написал Лакан, про Маркина де Садо. Ему предложили сделать предусловие книги де Садо «Философия Гудуария». И он написал текст, который назывался «Кат с Садом». Геннализировал, как связан просвещенческий подход Эммануила Канта к морали, с тем, что можно прочесть у де Садо. Морально для Канта универсально. Это то, о чем он пишет в «Критике практического разума». Вообще, как в Грандарске мы обычно думаем в терминах «универсально». Что это что-то, что это работает для всех. Если хотя бы один человек, для которого не работает универсальный моральный императив, то он вообще не работает. Это может быть универсальным, а это рушит его силы. Это определенный итог коммерческого развития морали, в том числе морали, на самом деле, конечно, христианской, но которая представляет, в происходе просвещения, определенную квалификацию как универсальное, что связано с становлением, в том числе, буржуазного и либерального типа общества. Что делать де Сад? Де Сад предлагает, на самом деле, в «Садусе Бугария» такой вариант, довольно дикий вариант, кантовского морального императива, что я могу настрадаться телом другого так, как пожелаю, но что это предполагает правила для всех. То есть, кто-то хочет сделать со мной что-то, то он тоже имеет право это сделать. Соответственно говоря, что, собственно говоря, в чем стоит садизм? Что желание оказывается полностью связано с законом у Сада. Если мы читаем тексты де Сада, мы сталкиваемся с тем, что они довольно аэротичны, в таком смысле, что там действительно проигрываются всевозможные какие-то дикие сексуальные ситуации, очень четко кодифицированы. И часто есть такой повторяющийся у де Сада мотив, что перед тем, как жертва подвергается каким-то пыткам, ей сообщают буквально алгоритм того, как будет происходить. И это вот и есть то, что выразить сведением желание к закону, некому алгоритму. И это некая изнамка просвещения для Лакана, прощенно говоря, что он показывает, что вот эта изнамка просвещенческой всеобщей морали, ну и царизма, на самом-то деле, да. Ну и при этом там Лакан довольно смешно высмеивает де Сада, он говорит, что на самом-то деле он снова пустил в суть эротизма, на самом-то деле. Второй пример, который я хотел привести, то еще раз я хочу чертить то поле, о котором я говорю, это история развития мысли Мишели Фуко, французского философа, что он в какой-то момент очень рисовался как раз тем, как квалифицируется сексуальность, как квалифицируется в том числе представление о норме и ненорме, то, на чем обычно концентрируется в критике консерватизма до сих пор, как квалифицируется обществом, как там производят с помощью медицинского института понятия нормального и ненормального, патологического и не патологического, его идеи разошлись в принципе очень широко довольно в обществе, в том числе в активистской среде, это идея Фуко до определенного момента, когда он в какой-то момент говорит, что я буду сейчас писать историю сексуальности, это поздний период его творчества, он собирался писать, в первую очередь акцентируясь как раз, делать акт на новом времени, и он делает поворот, он начинает, он в итоге, то, что он стал опубликовать, это было только про античную философию, он совершает необычный поворот, как раз, который, как мне кажется, выводит на сцену в том числе вопрос о другом понимании истины, чем то, которое мы действительно встречаем в новое время, в том числе того же Канта, и которое Фуко связано с таким понятием, как забота о себе, забегая вперед, скажу, что он на самом деле в своей верности видит два типа этой самой заботы о себе, это марксизм и психоанализм. Что же это такое, вот о себе? Это античное понятие, которое мы встречаем, например, у Сократа, которое предполагает, как пишут в Фуко, определенный тип связи с субъекта и истины, что мы привыкли в новое время полагать, что истина некому-то внеположена нам, и что наш доступ к ней, вот как у Сократа, что есть некие истины, обороны и природимы, как бы не положены всем, и что есть некие способы доступа к истине, которые могут быть квалифицированы наши культурные обстоятельства, доступна нам доступна какая-то истина, или познание, это то, как мы мыслим истину, в том числе, это то, что есть основная научная парадигма, парадигма науки, наука связана с познанием некой истины. Античная идея заботы о себе предлагает другого рода истину, которая доступна по сути через субъективность, которая подвергается определенным процедурам. Доступ к истине связан с некими переменами существования субъекта, которые связаны могут быть с любовью и с трудом. Одна территория связана с эротизмом, другая территория, которая связана с аскезой. И труд как некая аскеза, некая работа. Два способа, которым предполагалось, что субъект может получить некий доступ к истине, но эта истина при этом не является универсализируемой. Я не знаю, как передать, как записать, допустим, в виде какого-то готового текста. И марксизма психоанализ подрывают с разных сторон, с одной стороны, политику идентичности. Психоанализ, в принципе, децентрирует субъекта, в принципе, децентрирует то, что такое человек. А марксизм задается вопрос, конечно, о социальных отношениях. И также какая-либо, даже идентичность, допустим, пролетарий и какая-либо другая, она является сугубо инструментальным эффектом, неким эффектом системы общественных отношений. И они в этом случае подрывают консерватизм и подрывают также некие идеи универсализованной общественной морали, которые часто лежат в основе, в том числе, либеральных представлений о том, как должно быть устроено общество, как должны быть все освобождены от каких-то сколбочных оков. И это те практики, которые, так или иначе, ставят вопрос о месте субъекта, которое должно быть отрефлексированным каким-то очень хитрым образом. Это должна быть работа по рефлексии этого места. И эта работа изначально непрозрачная, что это не то, что можно быть как бы легко решено, и что-то, что может быть, опять же, принято как абсолютно универсализировано. Один пример. Вот недавно в журнале «Знагласие», которое я редактирую, был текст, который написал Андрей Шентай по поводу поп-музыки и некой сексуальной революции 90-х годов. И тем не менее для этого текста был вопрос довольно важный, потому что действительно вот в нем, по сути, нефиксированной для посылок этого текста является как раз это позиция, что сексуальность равно свобода, ханжество равно несвобожность. Все некоторые позиции, которые я пытаюсь поставить на вопрос, они с вами очень распространены, в том числе в каких-то таких, в общем, прогрессивных текстах. Или в среде квир-активистов, некоторых, не всех, опять же, там много, но есть такая тенденция, допустим, редукции сексуальной, сексуальной ориентации к генетическим каким-то ДНК. Это, можно сказать, только написано в ДНК. И это, на самом деле, также диким образом редуцирует проблематичную сексуальность, на самом деле. Редуцирует проблематичность желания, потому что, собственно говоря, неким образом сводится к определенному атрибуту. Типа, что есть некая сексуальная ориентация, окей. И, как бы, когда закрывается этим вопрос, в принципе, весь этот спектр вопросов, который, на самом-то деле, связан, ну, с тем, что называется символическим. Вот о том, как понимал, допустим, психоанализ Лакан, какая связана с языком, реализация желания в языке, и некая абсурдность реализации этого желания в языке, в том числе, например. Что, как бы, то, как, собственно говоря, субъективируется человек в своих желаниях, часто проходит через очень, как, во-первых, маршруты, так иначе обусловленные языком, обусловленные его бытованием в конкретных условиях. И, как бы, как только мы пытались стереть и предложить некую теорию, как научную, то мы таким образом, на самом деле, в том числе скрываем собственную заинтересованность. Это кто-то пытался, как бы, подорвать им нашим психоанализ, как бы, понять, что исследователь, любой исследователь, я скажу вам, что движим неким желанием также. Другой тоже активист писал, что патриархат сегодня разбит в воздухе, что в воздухе разбиты некие модели, которые, как бы, учат нас о том, как углетать, там, женщин, не знаю, геев и так далее, и как все это, что это все пронизывает буквально в воздух. И опять, здесь происходит дикая редукция, мне кажется, к сожалению, что субъект оказывается буквально неким голым образом представлен перед другим обществом, и их отношения никак не последованы ничем. Как Джудит Баттер, как она пытается понимать, она интересуется тем самым психоанализмом, Лаканом, и очень интересно, как она это делает все, но поэтому у них есть такое тождецеление символического в социальном. Она начинает вот одно и то же, по сути, в своей теории, и она таким образом анализирует некую составляющую той непрозрачности и бессмысленности, которую, допустим, выявляет Лаканда Фрейд в языке. Допустим, возьмем случай, который анализирует Фрейд в своей практике, в том случае человека с крысами, так называемый такой персонаж, в котором там были разные неврозы, либо очень яркая форма обсессивного невроза. Там можно что-то анализировать, но в какой-то данный Фрейд выявляет, что его жизнь была квалифицирована, буквально квалифицирована, неким словечком Раттер, крысы, который проходил на разных уровнях через его быт, там у него были фантазии, определенные, не знаю, профессии даже выбрал, как поясняется, посознучившим словечком Раттер, и что это слово бессмысленно, а еще это бессмысленное означающее. И мы не можем сказать, что каким-то образом общество, что он был квалифицированными какими-то общественными условиями и так далее, что в этом есть некая неразрешимость, которая оказывается человек, будучи погружен в символический порядок, вот эта непрозрачность, в которой существует человек, и его часто сводит в такой модели буквального отношения с неким, ну, обществом, та конструкция, которую мне очень хотелось бы немножко разлепить каким-то образом, потому что она на самом деле лежит как в основе упрощенного либеральных представлений, человек, он хочет быть свободным, общество его запрещает, а консервативно, что есть некая функция человека, который должен выполнять перед обществом и активно монолитным. И это, опять же, можно расщеплять с точки зрения требования, монолитность, когда мы определенная социальная группа, у нас определенное социальное требование, мы, женщина, хотим чего-то. Но еще это, вроде бы, более-менее точнее, более-менее все сходятся. Но мне хотелось бы еще обострить, что можно расщеплять с другой стороны эту модель, вводя на что-то непрозрачное, очень проблематичное, о чем очень сложно говорить в обществе, то, на что указывает психоанализ, то, что сложно обойти, когда мы говорим о проблематике сексуальности, которая связана с проблемой гендерной политики. По поводу Баттера еще, что, на самом деле, я, может, кому-то мог обидеть даже этой критикой Баттера. Баттер очень важна, как раз очень мощнейший критик политики идентичности. Когда Александр говорит про то, что она, допустим, критикует, говорит, что любое отношение себя с какой-либо категорией идентичности, на этой статье обсуждает то, как ее позвали как лесбиян, на некую коррекцию, она критиковала само интерпелляция, сам такой призыв, что оно должно быть инструментальным. Но при этом Баттер как раз вот этой идее инструментальности, она придает, ну, она мысль через смысл, в общем-то. Почему она, собственно, редутирует, потому что символическая социальная, как я сказал, почему она это уединяет? Потому что ее акты, в том числе гендерные, какой-то политики, они все так иначе являются актами со смыслом. Что признание себя, допустим, лесбиянкой имеет какой-то прагматический смысл в политическом поле. И в этом смысле та бессмысленность, которую, я еще раз повторяю, которую выявляет психоанализ, в том числе бессознательным, здесь немножко, оказывается, упущена. Собственно говоря, немножко подытоживая, некоторый неустранимый, возможно, раскол между идеей равноправия, между конкретными требованиями социальной группы, и между идеей желания, как ее, в общем, можно аминципировать. И я поэтому стал говорить про Канта, что на самом деле вот эта вот идея, что можно наконец-то аминципироваться, как бы бух, как бы скинуть с себя эти мрачные оковы, что вот здесь зло, что находится сугубо в Государственной Думе в виде Милоловой Зулиной, надо их выкинуть как некое зло. И это как бы да, но это не значит, что будут разрешены все проблемы, что будет достигнут этот текст просветления, просвещения. И, на самом деле, вот эта вот иллюзия, она, мне кажется, креется как раз в том числе в тех достижениях эпохи просвещения. На самом деле, это достижение. Но также они предложили некую модель того, что может быть доведен до конца некий проект бытия человечества, как бытия к великому благу. Если мы сводим зло к власти внешней, насилие страны, церкви, государства, чего угодно, и не задумываясь о том, что зло является чем-то, в том смысле чем-то в нас самих, не индуцируемым, но те вещи, к которым на самом деле подошел тот самый САП, страны как бы критики, как бы изнанки просвещения. Я не хочу вывести никакой, как бы, итоговый даже мораль из своей речи, но я хочу просто, как бы хотелось бы пронести, что это те мысли, которые меня часто охватывают, когда я начинаю сам думать о том, какого рода политические акты можно совершать по отношению к происходящему сегодня, например, консервативным. Как, собственно говоря, говорить? На этом, наверное, я завершу, а теперь много вопросов. Ну да, ну, то есть, пострадательное – это желание, да? И если ты как бы скрываешь, что это пострадательное, то есть такая вероятность, что можно контролировать свои желания и таким образом выйти из… нет? В общем, отчасти был мой посыл лекции, что очень многое из лексики психоанализа неизбежно оказалось симилировано в широком инкульсионном поле. Ну, везде просто. Как бы, значит, словечки «бессознательное», «подсознание», «вскрыть», которые ты сейчас произнесла в том числе, они так иначе фигурируют. И, например, прочитываются каким-то очень, так кажется, проблемным образом. Ну, например, сама идея, что можно некоем вскрыть, что как бы «бессознательное» – это некое такое пространство, какой-то чёрный ящик, в котором томятся демоны некие, который можно вскрыть, понимаешь, что там, и с этим что-то сделать. Но это уже не совсем то, потому что «бессознательное» проявляет себя, как, допустим, в очень странных вещах у Фрейда. Ну, смотри, оговорки ещё раз, ослышки, ошибочные действия, сны. И, на самом деле, не можно сказать, что оно существует каким-то образом, что это место, которое можно показать. Это очень важно. Но, например, Лакан тоже самое про это писал, что вообще мы не можем сказать, что «бессознательное» – это сущее. Оно, в каком смысле, не сущее и сущее одновременно. Потому что оно существует только в этих образованиях «бессознательного», которое является, скорее, ошибками, некими сбоями, и которое как раз разыгрывает себя на территории символического. Потому что контроль – вообще большая проблема. Но чем больше пытаемся контролировать, тем больше, допустим, мы испытываем чувство вины. Вот из прадоксов, например, который вывел Фрейд. Чем больше человек пытается контролировать свои желания, то есть, чем больше это на уступке, так называл Фрейд, «сверх-я», тем более жестоким это «сверх-я» становится. Такой парадокс. Что, на самом деле, это когда замкнутый круг. Но он наблюдал по этой мере, собственно, апсессивную неврозу. У человека уже не одно желание, у него уже очень много разных желаний, которые вступают в некие противоречия друг другу, так что это, может быть, как бы система такая держит противоречия. Ну, допустим, я вот очень часто, допустим, прямо сейчас уже хочу бухнуть, но я не хочу при этом стать алкоголем. И просто действительно вот еще такая штука, что часто встречаешься с тем, что редуцируется тоже психоанализм с каким-то каким-то психотерапевтическим советом, типа принять себя, принять свое желание. Что это значит? Его не можем принять, на самом деле, как бы. Я понимаю, что ты имеешь в виду, когда с точки зрения психоанализа критикуешь вот это сведение желания к требованию, но в самой вот этой критике каков потенциал какого-либо политического действия. Моя лекция носила немножко не такой прямой прагматический характер. На самом деле, не предлагал критиковать в исключении психоанализа какие-либо коллективные требования. Я хотел просто подчеркнуть, что есть та территория в разговоре о поле, о сексуальности, которая не может быть представлена на уровне коллективного требования. Есть такие отношения с законом, которые не являются отношениями с юридическим законом, или отношениями с законом, наложенным обществом, который имеет какой-то смысл, а являются обнаружением некого бессмысленного закона на три желания. Два разных закона, на самом деле. Я так понимаю, но можно ли как-то пойти в этом дальше? То есть, если мы обнаруживаем эту мистиковку, то каким образом можно ли это использовать как в патраматических целях? Или именно в каком-то политическом смысле? Я думаю, это просто может… И приходится к этому заботе о себе, что каждый человек просто практикует, нечто совершает с собой как субъектом и познает свои истины, какие-то какие-то, которые не можно отслеживать другие. И в этом есть блок политической жизни, политическая реализация. Да, есть, конечно, ставка на заботу о себе, но не в том смысле, что он знает нечто для себя, что потом не может с ним сделать. Потому что у греков смысл заботы о себе, ну, это что-то греческое, феодальное, даже не феодальное, как называется, родовладельческая ситуация, когда есть господа, которые заботятся всеми вопросами, как заботятся о себе. Но, собственно, в чём суть диалога Сократа? Алкивиат хочет руководить другими, быть господином, и Сократ говорит ему, как ты можешь руководить другими, если ты можешь даже позаботиться о других, если ты можешь позаботиться о себе. Но это речь в том, что это, конечно, политический эффект имеет. Забота о себе, как занятие некой определенной позиции, имеет политические последствия. Но действительно, я не могу остановить проблемы, я не могу остановить себе какой-то рецепт. Но действительно, я думаю, что политический эффект, который может это иметь, он скорее сказывается на том, какую позицию ты занимаешь, какие акты ты совершаешь в конкретном как-то ситуации. Да, некое разнообразие стратегии, некое, в том числе, то, как мы мотивируем свои действия, некая ненаивность. Потому что, к сожалению, часто очень правильные какие-то важные жесты, такие, ну, политические, иногда спровождаются наивными комментариями, я бы так сформулировал это. Ну, вот даже, там, из-за того, что она история с Плуньян, например, мне кажется, что некоторые вещи, которые она говорит, как бы, естественно, как бы наивны, потому что вдруг, когда встает этот вопрос, что это начинание. Потому что, получается, мы идем к какому-то светлому будущему, где оно и как строится, о чем речь. Мы с коллегами обсуждали, когда говорили о феминистском искусстве, тезис о Гая Триспивак, о стратегическом эссенциализме. Это она такой дала ответ на, тоже по структуралистику во многом, да, основанную на психоанализе критику, вот, формирование некой женской внутрифеминистской идентичности, да. Ну, и это было ее, в принципе, именно ответом на то, а что теперь, что делать с этим, да. Как бы, не будучи наивным, да, Гая Триспивак предлагает стратегически все равно оставаться при своих позициях. Это похоже, действительно, на… Ну, это прагматика, это просто прагматика. Есть, например, что похоже на то, как баттлер, там, есть прагмативные акты, там, не знаю, по сути, как бы, пародирование гетеронормативных каких-то там ритуалов. В Пивак, там, да, вот эта вот идея тактическая ставка и эссенциализм, потому что это в рамках политической борьбы. Эссенциализм связан с очень сложными, там, диспозициями политически, как мы оцениваем, там, какую-то диспозицию в конкретной культуре, там, в общем, ситуации, там, постколониальные, это история совсем иначе, действительно, чем в Западной Европе. И, действительно, там, ну, эссенциализм имеет совершенно другой смысл, чем если, там, в, не знаю, Германии, условно говоря. Почему мы можем таким способом оперировать к сексуальности, как в ней при позиции свободы, да? В России, я думаю, что да. Понимая, что, как бы, это не является… В России, я думаю, что да. В России, я думаю, что да, но при этом хотелось бы аккуратнее это делать, потому что, в первую очередь, делать что-то рефлексивное. Это мой призыв, субубо, к аккуратности и, может быть, ну, и просто к тому, чтобы не слишком спешить с добрыми советами, типа «уприми себя», «равны», «мы скоро все с ними договоримся». Да, и быть немножко саркастичнее, что ли, я не знаю. Мне кажется, юмора, действительно, это очень важно. Все эти шутки, все эти говорки Фрейда, это же про юмор, это сексуальность, на самом деле, как бы, эминцепируется. Почему-то шутка иногда позволяет сказать то, что не получается сказать без нее. Напрямую не работает, а шутки работают. Но, в основном, у Фрейда есть текст остроумия и в отношении к присознательному. Я, собственно говоря, главное вот это, что остроумие, каким-то образом причастное к вопросам желания, потому что она связана с дусмысленностью и с некой, как бы, ну, с этим балансированием между разными смыслами. Вот, собственно, я вспомнил пример еще. По поводу марафона признаний. Была инцатива у… То есть, я зараблюешь, была инцатива, да? Я под георитическим инцидентом, это было предложение людям рассказать о каких-то вещах, которые они никогда не рассказывали публично. На самом деле, я даже не был на их предприятиях с твоей семьей. Я писал текст, как бы, и что-то пойду. Вот. Почитал текст. Текст предлагал, что это некоминципирующая практика, что выйти перед теми некие секреты, о которых я не рассказывал, это освобождает. И, ну, это только какая-то то, что мне показалось в этом проблема, что в этом, кажется, немножко не хватает, что больше освобождает остроумие, некая дусмысленность. Потому что шутка сохраняет некий элемент всегда, ну, потайного второго знака, то, что здесь как раз отсылает больше, ну, стоять возможно для сексуальности. Я действительно согласна с тем, что стремление все проговорить, оно вряд ли приведет к эмантипации. Эмантипация – это, скорее, какой-то горизонт, который вообще всегда впереди где-то невозможен. Но мне просто кажется, что цель вот этого марафона признаний, она и не ставила себе эмантипацию своей целью. То есть задача была позволить, во-первых, этим словам, этим историям прозвучать в публичном месте, с одной стороны, с другой стороны. Но так как проблема людей, которые обращаются в психиатрические больницы, в том, что они исключены. И это еще одна из целей была вообще как-то их друг с другом связать. Потому что тогда пришло много разных людей. Кто-то ходил в больницу, кто-то нет. Но у многих было что сказать. И это был такой момент, который рождал какое-то сообщество или какие-то идеи. То есть в этом плане есть еще другие цели. А по поводу юмора, я вообще не знаю, может даже юмор эмансипировать. То есть юмор может дать какое-то новое непредсказуемое понимание чего-то. Но я даже сомневаюсь, что и юмор, и острота, вот эта бессмысленность, она тоже может привести к этому самому эмансипации, освобождению. То есть это просто одна из практик. А что к нему ведет, ну непонятно вообще. Сейчас немножко неловко за эту критику, потому что я понял, что я написал просто текст критический к тексту об этом мероприятии. Но действительно просто я говорил про юмор, что современное искусство часто работает как юмор в том смысле, что оно подвешивает какие-то вещи. Что оно не говорит напрямую, типа бабах. А часто задают некую ситуацию двусмысленности игровой. И это, собственно, позволяет разыграть некие вопросы, которые, кажется, надо неотсложно решать, политические. Оно вдруг их приостанавливает. И в этом есть некий как раз вот этот вот эффект в том числе эмансипирующего. У него же напоминает психоанализ, психоанализ тоже как бы предлагает некую приостановленность времени даже самого в психоанализе. Что как бы что-то вдруг оказывается зависшим. И это политический эффект, несомненно. Политический эффект, когда приостанавливается работа законов, в том числе, не знаю, угнетение, как рансьер об этом там думал. И оно, конечно, в этом работа юмора. Но даже Сэй про это говорил, что юмор – это за счет своей компактности ускользать от цензуры, от самой цензуры. Что мы можем в юморе сказать что-то не совсем пристойно, потому что как бы цензура ослабевает по отношению к шутке. Что шутка – это ускользание цензуры. Как можно рассмотреть эти сложные взаимоотношения, желания, требования и закона, если смотреть на понятие желания, понятие субъекта не с позиции психоанализа Лакана и Фрейда, а с позиции шизоанализа Делёзы и Гватари. Сегодня прозвучало то, что именно субъект субъективируется в своих желаниях, что как бы это у субъекта, у человека есть желание. Насколько я понимаю, там, шизоанализа Делёзы и Гватари, они говорят о том, что это человек, это субъект есть у желания, что как бы субъект является производным и неким эффектом этих самих желаний. То есть нет субъекта просто так, какого-то цельности. Есть субъект гнева, есть субъект какого-то желания. И желание – это немного другое в том, что они говорят. Я пока не всё прочитала, и мне как раз интересно, как можно посмотреть вообще на вот эту ситуацию, если отталкиваться не от субъекта с желаниями, а от желаний с субъектом. Во-первых, да, конечно, сказать, что субъект субъективируется в желаниях, я так немножко не совсем корректно сказал. Конечно, вообще сам субъект бессознательного и его желание является для того же Лакана действительно таким эффектом дискурсивным. Такое есть. Субъект скорее субъективируется в каких-то актах. Когда человек совершает некий акт, связанный со своим желанием, и в этом момент тут субъективируется, как бы неким, можно так сказать. По поводу Делёза и Гватари. А какой ты сейчас считаешь? Ты ещё Платой или что это? Анти-Эдипы. Ранний Делёз, который ещё до Гватари, был очень сильно ушиблен Лаканом. То есть там повторение различия, в дойке смысла. Он там просто ссылается на него целыми кусками. Гватари был в каких-то сложных отношениях с Лаканом. Тоже был психоаналитиком. Я могу сказать по поводу, что у меня есть некая критика не по отношению к Делёзу, а по отношению к современному гегемонии, я бы сказал, к дикому распространению Делезианства, так стихийно понятого. Делёз сейчас реально один из главных мыслителей вообще для левой повестки. Придает этой левой повестке вот такой некий культ горизонтальных связей, анархического, скорее, такого способа построения сообщества. Акклерационизм, который тоже предлагает ускорять капитализм, чтобы выйти из него куда-то в коммунизм. Он также немножко похож на Делезианство, в том смысле, что предлагает некий избыток, некое связывание всех со всеми, некие машины желания. И, конечно, у меня проблема в том, что в этом нет места негативности, нет места нехватки, нет места некому неразрешимому конфликту и невозможностям. Потому что на самом деле, действительно, вот это вот то, как даже стиль письма Делеза из ГТ, такой поток-поток-поток, это действительно нет какого-то купюры, нет какого-то разрыва. И это немножко похоже на налог капитала, вообще говорят, даже на саму лог капитала. И это интересно, что действительно они не допускают негативности. Например, Делез в какой-то момент, мигает, что я просто встречу с Готари, критикует идею желания как нехватку. То, что на самом деле еще у Аристотеля возникает, идея, что желание это связано с нехваткой, с какой-то негативностью. И говорят, что желание это избыток, наоборот. Но, на самом деле, они, как сказать, они в очень близком поле. Это как бы то, что дальше подхватывается сейчас какими-то современными риториками, как бы риторическими такими текстами о том, как нам надо слиться в каких-то преодолениях рубежей, ускориться, расчеловечиться, подарить коммунистическое. Это часто все такое делезианство, к которому есть достаточно скептическое отношение. Потому что как раз мне кажется, что надо замедлиться. И как раз, скорее, заняться чем-то связано с отрицанием, с негативностью и так далее. То, что ты привела по поводу премьер, по поводу того, что субъект является эффектом желания, но, в общем-то, да, он, конечно, не совсем. Но, в смысле, он, действительно, сказать, что к которому предшествует нельзя, в каком смысле, действительно. И это как бы близко к идеям, в том, как Лакан принимал место субъекта, субъекта бессознательного, субъект бессознательного желания, что субъект – я субъект чего-то, действительно. Это буквально как бы подлежащее, переведя на русский, подлежащее под чем-то, как бы. Просто немножко разный фокус, действительно, что фокус у Делёза скорее на каком-то преодолении, росте, трансгрессии, порождении смыслом бесконечного, такого, как машины желания, и всё производят, что-то наращивают, то, конечно, что в том, какой акцент в психоанализе сделает Лаканом, скорее как бы сцена с какими-то тупиками, с интересным к тупикам, к независимости и к невозможному.